Итак, в начале выпуска новость последних часов. Российские спортивные чиновники больше не отрицают факт массовых допинговых нарушений в национальном спорте. Более того, они и заявляют, что они носили эти нарушения системный характер. Новость эта тем более неожиданна, что прежде в Москве заявление о небывалых масштабах нарушений среди российских олимпийцев называли преувеличением. Почему эти обвинения наконец решили признать и что чиновники говорят о роли российского государства в этих махинациях? Все подробности рассчитываем узнать у моего коллеги Евгения Маслова. Он присоединяется к нам в эфире. Евгений, приветствую вам слово. Да, Тихон. Издание Нью-Йорк Таймс, журналисты которого работали в Москве и общались с представителями российского антидопингового агентства, сегодня сообщило, что в агентстве фактически впервые признали то, чем мировые СМИ писали в течение последнего года и то, в чем Россию обвиняло международное антидопинговое агентство. Публикация так и называется. Россияне больше не оспаривают допинговые махинации. Журналисты газеты, в частности, ссылаются на разговор с исполняющей обязанности генерального директора РУСАДа Анной Анцелиович. В ходе интервью, согласно изданию, она заявила, что была сама шокирована масштабами употребления допинга в российском спорте и признала, что использование допинга – это была системная проблема, но добавила, что за махинациями не стояло государство, как утверждали представители международных организаций, проводивших расследования. Я напомню, что специальная комиссия, назначенная международным антидопингом агентством и возглавляемая Ричардом Маклареном, выявила, что РУСАДа была причастна к массовым и систематическим сокрытиям применения допинга российскими спортсменами. В отчете говорится, что российское антидопинговое агентство заранее предупреждало спортсменов о тестах на допинг и скрывало случаи непрохождения атлетами обследований. Отчет также говорил, что запрещенные препараты применяли сотни российских олимпийцев во время зимних Олимпийских игр в Сочи и что в операциях по сокрытию результатов тестов участвовали и представители российских спецслужб. Официально российские власти обвинения отрицали, лишь признавали, что кое-какие проблемы есть. Теперь, очевидно, уже нет причин отпираться под давлением многочисленных доказательств. Но, повторяю, представители РУСАДа признают лишь тот факт, что допинговый сговор, так сказать, махинации были частью спортивной системы России, но не координировались российским государством. Я уверен, завтра мы услышим комментарии по этому поводу, как из западных столиц, так и из Москвы. Тихон? Да, действительно, дождемся завтрашнего дня. Благодарю, мой коллега Евгений Маслов. Мне остается лишь напомнить в связи с этой темой, что буквально на прошлой неделе, в пятницу, в ходе своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в России не было и нет какой-то государственной программы по использованию допинга. Допинга.